Сегодня гость в студии 6 канала, глава администрации города Владимир Андрей Станиславович Шохин. Андрей Станиславович, здравствуйте. Да, добрый день. Итак, вот продолжение темы. Сейчас мы уже посмотрели сюжет о том, как наши журналисты вместе с судебными приставами выселяли, опечатывали одно из зданий около таксопарка. Скажите, с чем это было связано? Ну, у нас, мы всегда же боремся за красоту в нашем городе, да, и здесь действительно была инициатива нашей судебных приставов для того, чтобы действительно люди не нарушали градостроительный кодекс. И в данном случае было нарушение, дали человеку на 2 этажа, он на 3 этажа и продолжает строить, и скрывается от надзорных органов. Ну, соответственно, видимо, применили судебные приставы, такую меру, а мы, конечно, всячески этому способствуем, потому что действительно в городе должна быть красота, порядок во всем. Сейчас мы провели рабочее совещание со строителями, что у нас в городе очень много строительных площадок, город строится должен качественно и быстро. А много у нас таких нарушителей вообще? На что человек надеется? К сожалению, есть. Каждый ведь свою хитринку находит в этом деле. А для всех есть одни понятные правила игры, то есть ни исключений, ни вправо, ни влево не должно быть. Андрей Саниславович, недавно Вы подписали постановление, которое получило широкий общественный резонанс. Речь идет об ответственности собственников квартир за содержание своих жилых помещений в порядке. Чем продиктовано это решение и как конкретно оно будет выполняться? У нас есть жилищный кодекс, который говорит о том, что собственник своего помещения обязан содержать свое имущество в порядке. И от нас требуют это жители многоквартирных домов, которые мы содержим. И стараемся туда вкладывать деньги и в капитальные ремонты, сейчас многоквартирные дома. Ну и, соответственно, требуем это от собственников, которые индивидуальные жилые дома держат свои и другие. Вот мы таким образом понуждаем собственников содержать их имущество и ремонтировать. Бремя ответственности лежит на них в данном случае. Конечно же, здесь мы не собираемся какие-то нововведения выводить и выселять. И что-то у нас работает целая комиссия, которая будет вникать, будет помогать. И будем, конечно же, вместе делать, но город таким образом надо приводить в порядок. У нас же очень много старого жилья еще. И здесь вот надо будет просто разобраться и помочь. Ну и кто, конечно, обязан заставить их содержать помещение в порядке. Андрей Саниславович, на погодную тему. На календаре середины февраля, на улице настоящая весна. Скажите, как коммунальные службы готовы были к такому повороту событий? Как администрация справляет эту ситуацию? Сейчас мы к этому делу подготовились достаточно хорошо. И стараемся всегда быстро реагировать на погодные условия. Как всегда в таком случае происходит у нас, когда оттепель зимы на лето, у нас разрушаются дороги. Ну и надо же, конечно, убирать снег. Потому что, понимаете, когда тает снег, из-под снега вся красота видна. Бычки, окурки, обертки, все что угодно. Мы же всегда живем по принципу. Хочется тоже ко всем обратиться телезрителям. Ну, хорошо и чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Поэтому здесь действительно надо как-то любить и уважать свой город. Потому что мы прилагаем нашей службе уборки максимум усилий для этого. Сейчас вот для того, чтобы побыстрее растаяло, стараемся раскидать кучи где-то, почистить, вывести. Ну, благоустройством занимаемся в полном объеме. Андрей Сенцович, вы уже коснулись темы дорог. Вот действительно, каждый вечер еду домой, и каждый день буквально новые ямы. Вот скажите, как предполагается ремонт текущий, может быть, ямочный? Да, происходит ли он сейчас? Да, каждый день. Причем я настаиваю, чтобы она не только каждый день, а еще круглосуточно. Там несколькими бригадами у нас разыгран конкурс. Три миллиона у нас выделено на данный вид ямочного ремонта в зимний период. Правда, есть и некачественные виды работы. Мы вот видим там несколько раз. Но такие, конечно, работы мы не принимаем, заставляем переделывать. Но, тем не менее, могу сказать, что, конечно, ям много, но если делать анализ с прошлым годом, конечно же, их гораздо меньше. Но работаем, работать будем. Сейчас при наступлении тепла уже наша техника муниципальная пойдет, которая при плюсовой температуре готова заделывать эти ямки. Ну и, соответственно, будем также продолжать ремонтировать дороги. От этого никуда не застраховано. Вот у нас такие погодные условия и такая старые дороги, которые постоянно разбиваются. Вот предыдущая наша с вами встреча совпала с жалобой жителей на пешеходный переход в районе химзавода. После этого я несколько раз видела, что там стоят машины, там какие-то работы производились. Вы контролируете ситуацию, что сейчас там происходит? Все сделано, все сделано у нас на сегодняшний день. Там прочищено, сделано с двух сторон ливневая канализация, почищено. Там сейчас свободно, хорошо, освещение есть. Сейчас и стены были все исписаны. В вашем репортаже тоже это было видно. Сейчас это заделываются стены, чтобы действительно привести в порядок. И хотим сделать еще вот где ступенечки спуск, там перекрыть поликарбонатом, чтобы туда меньше попадало воды. И, соответственно, поставлена задача, чтобы он круглогодично содержался именно в таком режиме. Андрей Саниславович, вопросы по поводу спорта. Сейчас Олимпиады не могу не коснуться. Накануне вы были в Владимирском доме единоборств, там идет ремонт. Вот скажите, какое внимание сейчас у Владимира уделяется спорту? И сколько таких объектов, которые сейчас администрация поддерживает, которые готовятся к приему, может быть, детишек или в планах у вас есть? Ну, знаете, мы всегда же пропагандируем один лозунг. Владимир – город чемпионов. Конечно, к сожалению, у нас на эту Олимпиаду не попал ни один Владимирец. Но мы надеемся, что следующие Олимпиады пройдут с нашим участием. И для этого, конечно же, надо строить новые спортзалы, развивать массовый спорт. Из массового спорта уже появятся те звездочки, которые становятся олимпийскими чемпионами. Открыли действительно замечательный зал. Нам его передано Министерство обороны. Мы за прошлый год, за год вложили туда 2,5 миллиона рублей. Сделали шикарно первый этаж. Сейчас такую же сумму мы планируем вложить на второй этаж. Там в основном виды единоборств. Вот открыли, там мальчишки, девчонки в военном городке прям с удовольствием занимаются. И там самое что главное, там еще занятия ведут с ними ребята, студенты Института физкультуры нашего университета. Это как такая стажировка им, и они сами, они вот вчера с ними разговаривал, говорю, ну что, ребята, все-таки что хотите-то? Они говорят, хотим свой спортивный городок в институте. Вот надо будет с ректором переговорить, чтобы он не оставлял эту идею и там на федеральном уровне пробивал ее для того, чтобы действительно еще один спортивный городок появился. В этом году все-таки мы экспертизу прошли и начинаем строительство спортивного комплекса за деньги городского бюджета. Пока надеемся на получение федеральных денег Дворец спорта на Суздальском проспекте. И это действительно такой зал, который станет огромным залом с большим количеством мест для проведения всероссийских, даже там и международных соревнований. Вот, начинаем его в этом году делать еще. Нам нужен, конечно же, еще один лед, и место мы под это подобрали. Но сейчас вот постепенно будем входить. Чем больше будет спортивных залов, тем больше у них будет заниматься детишек. А у нас в городе, знаете, каждый третий занимается спортом. Детишек больше становится? Детишек становится больше, чтобы им было куда ходить. Мы еще при школах сейчас каждый год делаем по 3-4 спортивных площадки хорошие. То есть, восстанавливаем. И считаем, на самом деле, что именно привлечение детей к школам ближе, на спортивных площадках, которые освещены с хорошим покрытием, вот этот залог успеха. Спасибо, Андрей Саниславович. Вот на этой позитивной ноте мы и закончим наш разговор. И я напомню только, что мы беседовали с главой администрации города Владимир Андреем Шохиным. Спасибо. 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 Спасибо.